Итак, я распаковал генератор, воткнул подводящий провод высокого напряжения в свечу и сейчас залю бензин. Бензин должен быть с двухтактным маслом, в данном случае я использовал масло шетерит, немножечко плеснем, чтобы только завести генератор и проверить его работоспособность. Закрываем горлышко крышкой, сейчас будем заводить, открываем бензинный краник, ждем пока бензин поступит на карбюратор, сейчас будем дергать. Судя по тем видосам, которые я видел ранее, парень этот очень резвый во время заводки, ну то есть прыгать начинает. Сейчас посмотрим. Заслоночка у нас закрыта. Так. Сейчас я все правильно поставлю, на месте. Так, присонка закрыта. А, я не нажал. Убер. Включение двигателя. Это существенный момент. Пока не включается. Может быть, бензинчика мало, конечно. Добавим. Не проблема. Слезанный стаканчик. Фильтр здесь стоит. Это будет достаточно. Вот так, кладем на слоночку. Конечно, лишнее заводить всегда надо. Слезанный двигатель, с закрытой заслонкой. Неживая. Вот. Заделся. Так. Слава, топливо. Так, надо залить ему побольше. Сюда. Я его потряс, налил его в карбюратор в бензинчику и он завелся и с расходов попавший в карбюратор бензин он заглох. Продолжим сейчас под лебензинчиком, протрясем. Шум, надо сказать, меня устраивает. Шум такой благородный, небольшой, прямо скажем. Так, ну давай, займайся. Вот это количество тебе как раз на выруду будет. Сейчас мы вару откроем. Ну давай. Варка, дорогие, надо рукой. Смещу тебя. Вот это. Отлично! Дверь мощностью 400 Вт, совершенно нормально работает. Итак, еще раз акцентируем, что мы теперь имеем. Мы имеем генератор мощностью 1 кВт, торговая марка DDE. Генератор мне понравился. Во-первых, прежде всего завелся достаточно быстро. Я имею ввиду, когда дошел у него бензин до карбюратора. Соответственно, он сразу же через 1-2 рывка заводящего троса завелся. Работает очень ракотливо, слаженно, то есть не дребезжит. Нет такого ощущения, что там разбалансировано. Как раз, мне кажется, наоборот. Сбалансировано все. Китайцы постарались и сделали очень неплохой аппарат. Я подключил туда дрель. Дрель на 400 Вт мощности. Совершенно спокойненько, естественно. Закрутилось, заработало, как и должно было быть. Мощность самого генератора. Заявлено производителем 1 кВт номинальной мощности. И 1,1 максимальной. То, что я видел в интернете, показывает, что этот аппарат будет тянуть нагрузку и гораздо больше, чем максимально 1,1 кВт. Туда подключали и 1,5 и 1,7. И он, конечно же, со снижением оборотов, но тянул эти гаджеты. Понятно, что недолго. Понятно, что не продолжительное время они могут использоваться. Но если вдруг на пожарный какой-то случай их нужно будет завести, они зайдутся и он их подтянет. И это радует. Расход топлива пол-литра за час. Я сейчас ему залил примерно, наверное, грамм 200. Может быть чуть-чуть меньше. И этот объем он должен сейчас выработать. Какое время это займет, сказать сложно. Мне кажется, минут 20-25. Я там приоткрыл одну воротину, выставил выхлопную трубу. Точнее блок, из которого торчит небольшой патрубок, из которого валит отработанные газы. Я выставил это все в воротину. И, соответственно, выход идет на улицу. Конечно, перед этим дым заполонил гараж. Я оттуда выскочил. Поэтому снимаю сейчас не в том месте освещенным светом, а в этом освещен двумя 5-вольтовыми светодиодами на лампе. Но это уже другая система. Генератор мне понравился. Замечательно себя повел. Будем надеяться, что и в лесу у нас нет.